Пиетизм Это пиетизм способствовал обновлению германского лютеранства. Это пиетизм – это не какая-то деноминация, но это обновление лютеранства, которое охладело. Угас интерес к теоретическому богословию, зато была жажда святости. Собрания Шпенера отличались горячей молитвой, изучением Библии с участием всех членов этого кружка. То есть не было лектора, который читает лекции. Это вы хорошо знаете, когда кружок и когда все участвуют. Разбор слова. Разбор слова. Совершенно верно. Но методизм – это было тоже обновление, но теперь не лютеранство. А чего? Это в Англии. Англиканство. Обновление англиканства. С таким же стремлением к святости. И методизм связан с именем Джона Вейсли. Огромное влияние оказал Вейсли на весь XVIII век. Он родился в 1703, и он умер в 1796. 1703-1796. Обратите внимание, это человек, который провел большую часть жизни в седле, при всех непогодах, при всех неудобствах. Человек, который встречал сильнейшее сопротивление официального англиканского духовенства. Потому что он вторгался в чужие, как они называются, владения, да. Там невладения, как церковь, где церковь приходы. Он нарушал границы всех приходов. Он отвлекал людей от их собственной церкви. Хотя он старался там проповедовать, куда не доходила англиканская церковь. Он проповедовал так, как мне проповедовалось в англиканской церкви. Вы знаете про англиканскую церковь, что она остаток католичества, и там очень много католического было. Его проповедь была евангельская, его проповедь не подходила. Но как он пришел к этому? Дело в том, что он сын священника, и он вырос, чтобы быть священником, и он воспитывался как будущий священник. И он, конечно, был англиканским священником. Это все история удивительных путей Божьих. Я хочу сказать о родителях Весли. Мы будем с вами когда говорить о истории Англии еще. Там будет период огромных преследований. Период огромного подъема при Кромвеле. Потом будет возвращение короля, прежде изгнанного. И огромные преследы не начнутся. Люди, которые не будут крестить детей, протестанты. Им отказано в работе. И вот весь цвет английской религиозной жизни будет уничтожен. Должны будут эмигрировать. Кто-то заключен в тюрьме, кто-то убит. Церковь из-под поля выйдет. Столяры, маляры, прачки. Весь интеллигентный цвет будет уничтожен. Это история Англии. И вот судьба родителей Весли попала на время преследований. И их там дедушки и бабушки были все протестантами, сепаратистами. А Сюзанна Весли и Самуил Весли, которые решили пожениться, они договорились, что давай вернемся в англиканскую церковь. Вернемся в англиканскую церковь, потому что чур ради нам терпеть все эти лишения. Устроим нормальную семью, нормальную жизнь. Я не знаю, что они там между собой говорили, но факт остается фактом. Родители Весли вышли из англиканской церкви, а эти двое вернулись туда. Вы поняли, да? Это объясняет тот факт, что не было в их жизни никакой помощи и поддержки со стороны родительской семьи. Вы поняли? Потому что родители рассматривали их как отщепенцев, что они предали дело Божье. Ну, как бы кто вернулся в православие у нас. Вот так вот. В англиканскую церковь вернулись. И в англиканской церкви они ничего не приобрели. Самуил был священником, ему дали приход нищий такой. В общем, это семья, которая все время перебивалась с хлеба на воду, не могли лишние там что-то из одежды купить, какое-то другое место переехать. В общем, они жили всем в нужде, и семьи их не помогали им. Это значит, такой вот факт. Но интересно сказать, что Весли, он как раз это большое влияние на него окажет. Он до конца своей жизни он фактически организует методизм. Но он не покинет англиканской церкви. Потому что он будет считать, что это просто неприлично бегать то в церковь, то из церкви. Уж так родители решили вернуться, так вот будет. И хотя он создал методизм, методизм стал самостоятельным движением в самостоятельной церкви после смерти Весли. Именно из-за этой истории что я вам рассказала сейчас. Понятны эти мотивы, да? Что уже так он принял, как родители. И он был священником англиканской церкви, хотя стал руководителем целого большого движения методизма и методистской церкви, совершенно особенным богословием и особенным образом организацией. Все в то время семьи были очень многодетные. Мать Сюзанна была из семьи, где было 24 ребенка. Сама она имела 19. Весли был 15-м. Другое дело, конечно, что многие умирали в младенчестве, и 10 человек умерли у нее. Ну и в ее семье тоже, с которой она родом. Но это было нормально, иметь огромные семьи. Понимаете ли? Это считалось, во-первых, по соображениям, религиозным. Так поступали. И потом, ну как-то у всех вокруг так было. Это была норма. Справлялась со всеми детьми Сюзанна. И историки называют ее самой великой женщиной в христианстве. Она была глубоко верующим человеком. Именно она сформировала веру у своих троих сыновей, все остальные были девочкой. Вот. И именно она проводила собрание в своем доме. Это для детей, для прислуги. У меня фотографии, картины есть. Мне ценный подарок сделали сестры в Англии. Они подарили мне биографию, книжечку о Сюзане. Поэтому я смотрела на эти красивейшее лицо ее, достоинство такое. И она держала весь дом. Она организовала жизнь всех этих детей таким образом, что каждый ребенок в течение недели получал полчаса времени наедине с ним. Только один на один. Каждый ребенок полчаса, это немного. Попробуйте-ка вы своим детям удивить каждую неделю полчаса один на один. Попробуйте. Это очень трудно. Нет времени. Но она полчаса беседовала за что-то похвалит, что-то поругает, вместе помолится и благословит дитя. Понимаете как? Это чудно. И она очень строгий режим. Никто не смел просить добавки еды. Получил, поблагодарил, все. Никто не смел возникать во время еды с какими-то шумом или криками. После двух лет запрещалось криком кричать или плакать. Вот так вот. Когда ей необходимо было помолиться, у нее не было ни комнатки своей, ни места выединенного, она свой фартук накидывала на голову. Это значило, мама ушла в свою комнату, знаешь, как это, закрой дверь за собой, да? И она под этим фартуком молилась. Это был Божий человек. Она потом будет большую роль играть в жизни Весли. И я потом упомяну это. Вот значит, Самуил это его дети, но он терпеть их не мог, потому что они мешали ему писать его стихи, они мешали готовиться к проповеди, они много шумов делали, и он с ними особенно не занимался. и больше того, однажды у него созрело решение, ну их всех, уехать из дома. И он сел на лошадь и поехал прочь от своего дома. Он вернулся от того, что какой-то странный свет там был сзади его. Он обернулся, его дом горел. Это любящие прихожане подожгли его дом. Он вернулся только потому, что был пожар в доме. горел дом. Дети все выбежали, а пятилетний Весли наверху ручки протягивали за кошка. Ну тогда мужчины встали на плечи друг к другу и мальчика сняли. Только его вытащили, крыша рухнула. И мама его приняла в объятия и сказала, Джон, на всю жизнь помни, ты головня вытащенная из огня. Он любил повторять известные слова, потому что он всегда повторял их. Я головня вытащена из огня. Так Бог спас его. И он серьезно к этому относился в своей жизни. Хотя такая нищая жизнь, но отец каким-то образом ему удалось дать образование всем трем сыновьям. Трое сыновей, девочки остальные были. И трое сыновей получили образование в Оксфорде. И учился в Оксфорде Джон. Он такой же был дисциплинированный как мама. Собственно методизм это от мамы пошел. Мама как видите методически. Она определила время для ребенка, определила порядок поведения за столом, порядок отношений друг с другом. Понятно, да? И вот Весли так наученный, он потом организует кружок друзей, ну типа молитвенные группы разбора, вот так что-то. Но тоже там твердый порядок. для посещения детских домов, например, день для милосердия, день для изучения. Ну так вот. Слово методизм возник вот из-за этого. Они очень методически свою жизнь, организовывали религиозную свою жизнь. Ну вот это святой клуб, так назвали их, святой клуб. И Весли он готовился быть священником, и он будет потом священником, в англиканской церкви. И вы знаете, что Бог дает ему встречу с гергутами. Вот здесь смыкается линия пиетизма и потом этого методизма. Это встреча на корабле, который терпел чуть не крушение, попал страшную бурю, и он увидел безмятежных, спокойных, сидящих гергутов, которые пели гимны. И помните, он спросил, как можно так спокойно, когда погибаете? Они сказали, добрый человек, если Господь возьмет нас, это очень хорошо. Если он наставит нас жить, тогда тоже хорошо. Поэтому что-то нам беспокоится, мы поем гимны. Бог усмотрит, как нас с этим кораблем. И он понял священник, он просто неверующий. И после своей неудачной поездки в Америку, они все ехали в Америку, те среди индейцев проповедовать, и он тоже. И у него задача не была достигнута, его никто не слушал. Он вернулся и поселился какое-то время с гернгутами, изучая их жизнь, присматриваясь к ним. Я сейчас прочитаю целый ряд моментов, он взял от гернгутов. Беслецкое богословие восприняло, глубоко восприняло некоторые богословские убеждения маравских братьев. Я сейчас три этих момента послушаю послушаю какие интересные моменты. Библия должна пронизывать всю жизнь верующего, чтобы он говорил библейским языком, думал библейским языком, доносил до людей Божье Слово, а не свои теории. Я уже согласна. Я многократно пыталась людям объяснять библейскую истину своими словами. Это никогда так не действует, как когда Слово Божье звучит. Я могу объяснить исторически, философски и по-всякому, и житейски. Это никогда не действует так, как действует Божье Слово. Так говорит Господь. Второе. Грех они понимали как основу всех человеческих проблем. У человека падшая воля, душа, мысль, воображение, память и вернейший признак христианина в том, не в том, что у него этого нет, а в том, что он это сознает. Не христиане не сознают, у них все это очень здорово. Сознают, что они грешники. Да. Что у них грешная память, воображение, мысли, воля. Понятно? Все. Там, где первородный грех под вопросом, там нет христианства. Это убеждение Гернгута было, это убеждение Весли стало. Там, где сомневаются, что первородный грех существует, там нет христианства. Это как тест на истинность. Третий вопрос, очень чувствительный для Весли, который понял, что он просто неверующий. Он понял, что Гернгута что-то имеет, чего он не имеет. И он смог вот эту идею воспринять только после своего обращения. Про обращение я скажу отдельно. Является ли Христос твоим личным спасителем? Это третье. Простил ли он тебя лично? До своего возрождения Весли не мог ответить. Он видел Христа как спасителя мира. Это была головная, а не сердечная вера. Весли любил повторять, что можно промахнуться на 50 сантиметров и не попасть в Царствие Божие. Это расстояние от головы до сердца. Можно промахнуться на 50 сантиметров со своей головной верой. И Дух Святой обновляет при уверовании, это все относится к личному спасению, обновляет каждую область нашей жизни. Добрые дела, добрые мысли – это от него. «Преобразуйся обновлением ума вашего». Это очень глубокая истина, а не замечательно проповедовать. Обновляется голова обновлением мысли твоей. Новые мысли порождают новые желания и желания святые. Кретьяне должны иметь уверенность, что грехи прощены. Кретьяне должны знать, что Дух Святой живет в нем. И вера – это не интеллектуальное согласие с догматами крестьянства, а доверие Богу в жизни. Это упование сердца. Собственно, весь методизм будет в этом русле развиваться, гернгутских понятий. Собственное возрождение его произошло вскоре после того, как он пожил вместе с гернгутами в этом местечке Цинцендорфа. было. Значит, было это так. Он в своем святом клубе, они читали произведение Лютера, это было произведение его толкования на римлянам, Лютер, где он приведет цитаты из Писания, объяснял путь спасения. Весли свидетельствует мое сердце вдруг стало странным образом согрето. Он вдруг ощутил теплоту сердца, сознавая, что прежде оно было холодным. Теплоту сердца. Вот это было его возрождение. Он понял, что Христос живет в нем Духом Святым, что он принадлежит Богу, что он любит его, что Бог знает его, и Бог простил его, и Бог обитает в нем. Вы понимаете ли, вот этот момент был. И это сделало, сознание это сделало его совершенно непобедимым. Он совершенно не будет реагировать на все превратности своей жизни, превратности самой потрясающей. Вы знаете, про него очень много рассказывают таких историй всяких про него, потому что много смешного. Значит, священники, сначала он был изгнан из этой англичанской церкви, потому что он проповедовал, что его те богатые люди, которые держали бархатные молитвенники в руках, они не могли слушать его обличительные проповеди о первородном грехе, о том, что они падшие, о том, что они грешники, они не могли слушать. Вместо сладости им такие вещи говорят, поэтому его изгнали оттуда. Он начал проповедовать на улицах, и тогда он как соперник, конкурент оказывался этим священником. и они нанимали специальных этих хуреганев всякое, которые бросали в него помидоры там эти тухлые, корки арбузные, и его останавливал страж порядка и требовал с него штраф, что из-за него столько мусора на улице. В него кидали. Весли нанял мальчишку, который ходил и подбирал за ним все, что кидали. Другой раз иногда его втаскивали с лошади его, избивали. Иногда грязи, иногда все. Знаете, что он поднимется, как-то отряхнется безмятежно. Он садится в лошадь, продолжает свой путь. То есть все эти превратности, они не касались глубины его сердца. У нас есть таинственные такие вот вещи, покровы. Есть сердцевина. Сын мой, отдай сердце свое мне. Еще больше всего храни сердце свое. То есть сердце сердцевина. Сердцевина нашей жизни. Есть вещи, которые касаются сердцевины. Есть вещи, которые не касаются, не входят туда. Я лично считаю, что я выжила в этой Индии, что все эти теории, которым я интересовалась. По молитвам моего отца там была поставлена бетонная дверь. Они не входили в сердцевину. Понимаете, как? Ни гадания, ни астрологии, ни индуизм. Понимаете, все эти обольстительные, соблазнительные вещи, они у меня где-то тут были. Я очень осознавала, что сердце мое не предано им, не предано им. Я приписываю это молитвам отца моего, который там действительно денно и ночь, подсознавая все опасности мои. Вот, как дверь какая-то бетонная, не пропускает дальше, не входит. Так вот, и так же было у Весли, это все глубоко его не касалось. Ну, вот такие люди, такая жизнь. Он однажды проповедовал на площади, на него напустили разъяренного быка. А Весли стоял на какой-то то ли из продуктов, коробка, ящик, импровизированная такая кафедра, или на бочке стоял, в общем, на чем-то таком, торговом. Он стоял и проповедовал, а бык на него несется. Но Весли занят проповедью, ему надо слово Божие донести. И поэтому он в этой проповеди у него виден такие листочки, и он так махнул, что-то приближается, отмахнул, и Бог отвернулся и побежал мимо. Вот так вот. Разбойник напал на него, отобрал его кошелек. Тот сказал ему, «Ты берешь все мои деньги, но помни, Бог над тобой есть, и Он тебя найдет». пройдут годы, к нему подойдет приличный одетый мужчина, вернет кошелек, деньги, больше, чем взял, и сказал, «Это был я». Ваши слова, они привернули мою жизнь, я потом раздумывала, что Бог есть, что здесь...» То есть, понимаете, какие-то вещи были у него. Это один из примеров его влияния на людей. Мы же не знаем всего влияния. Я хочу рассказать, как он стал проповедником. Как он стал из этого англиканского священника проповедником на площадях и на улицах. В то время был великий проповедник Уайтфилд, Жорж Уайтфилд, с голосом, который достигал пяти тысяч людей, безякого микрофона, необычайный проповедник. Он проповедовал этим горнякам, которые из шахт углекопы поднимались в конце смены. Работали там часов по 12. Чуть живые от усталости, от грязи, от холода, от голода. Грязные, чёрные. Они вылезали из этих ям. И они собирались и не шли домой. Они хотели служить Уайтфилда. Толпами и пока туда соберутся тысячи людей, он к ним обращался. Понимаете, как? И вот по этим размазанным слезами текли слёзы. Вы подумайте, как он проповедовал, что люди не шли домой помыться и поесть, а они слушали его. Это было Божье слово для их душ, чтобы они могли выжить. Какой был проповедник? И Весли сказал, что он хотел бы послушать, как он проповедует. На это чудо посмотреть. Уайтфилд сказал, хорошо, в следующий раз будет тогда-то, тогда-то. Приходи, я буду проповедовать, ты послушаешь. Весли пришёл на это место. Углепов эти углекопы стали подниматься на поверхность, образовалась большая толпа. Весли стал тревожным и беспокоиться. Уайтфилд был один на тот. Нету и он не пришёл. Весли один на один с этой толпой народа. И он начал им говорить. И он понимал, что надо говорить, всю жизнь положить эти слова, всю свою веру, всю любовь. А Уайтфилд не пришёл. Просто он поставил его перед фактом. И вот так родился проповедник Весли. Очень многие вещи в его богословии связаны с необходимостью жизни. Ну, например, в его богословии рассчитано не на элиту, а на простых людей. Потому что, когда его гнали с площадей и улиц, из англиканской церкви, он отправился в далёкие деревни за болотами, где никогда ни один священник там ноги не было. И стал говорить этим людям за задуренным этой жизнью тяжёлой, грошами, копейками, тяжёлым трудом, общим невниманием, никому не нужным. Он на них изливал божественную любовь. И он там образовывал общины. И потом он объезжал эти общины, проповедуя там. И тут мама его, великая мама, великая христианка Сюзанна, она сказала, Джон, ну чего ты мотаешься по всему свету? Ну ты в каждой общине, ну ты найди человека, поставь ему там, рукоположи его, пусть он будет, ну, диаконант, там, ну, вместо тебя, чтобы тебе не мотаться по всем этим вот общинам. они снова организовывались, и уже не поспеть везде, что почему-то только ты будешь говорить. Это родилось убеждение методизма в необходимости, чтобы проповедь была стороны простых людей. И он так рукополагал таких вот. Затем второе положение методизма. Поскольку люди жили далеко за, где-то за лесами, за болотами, то у них не было никакой медицинской помощи. Там не было ни больниц, никаких поликлиник, ни... И он там организовал пункты первой помощи и хирургии. Ну, там иногда надо что-то поломанное отрезать, что-то зашить, что-то придерживать. То есть хирургическая помощь и основные какие-то поликлиники, не поликлиники, как называется такой пункт скорой помощи. В общем, первой помощи. А это тоже аппетитная черта методизма. Сочетание проповеди с социальным трудом. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Его собственное богословие было основано на его опыте возрождения. Вот это странно согретое сердце. Он понял, что надо веровать всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Сердце там должно участвовать. И когда трудные вопросы мы задали, живет ли в нас Христос, когда мы после обращения еще грешим. Трудный вопрос, да? Живет ли в нас Христос? Весли отвечал утвердительно. Христос живет в сердце такого человека, иначе как ему спастись? Где болезнь, там и врач. Вот. Христос не может действовать и властвовать там, где правит грех, но он в сердце верующего, который сражается за грехом. Поняли разницу? Правит грех в твоем сердце, или ты сражаешься там, и, конечно, Господь помогает. Он, конечно, живет в том сердце. Это замечательный ответ. Мы освящаемся верой, а не делами. Даже самому святому человеку нужна помощь Иисуса Христа. Только он дает силу не грешить. Основа учения Весли, это оправдание верою через непосредственное чувство возрождения. До методизма проповеди были долгими увещаниями с моральными банальностями. Моральная банальность — это надо правду говорить, воровать нехорошо. Ну, понимаете, такие вещи, которые не дают силы, и не назидают, и не просвещают. Вот и деизм был широко принят правящими классами. И духовенство высшее очень хорошо оплачивалось, а в итоге мораль стала очень низкой. Высокая оплата духовенства как-то связана оказалась с очень низкой моралью. Методизм в Англии явился третьим пробуждением после реформации пуританства. Он стоит наравне с французской революцией, как величайшее историческое движение святости это утверждение того, что я выбираю святость. Я не хочу грешить. И Весли верил в возможность совершенства в мотивах, когда любовь Божия наполняет сердце. Это не безгрешность, а это возможность безгрешности по мотивам. Вы поняли логику? Это не безгрешность, но это возможность безгрешности по мотивам. Скажите, пожалуйста, живет ли над грех, когда мы всем сердцем молимся? Да нет, нет его, в помине нету, при том, что мы остаемся грешниками, людьми падательными. когда мы любим человека, когда прощаем, когда служим, нету греха, там мотивы божественные, при том, что опять это сидит, может снова сорваться, может там что-то случится. Вот такое движение святости. Когда люди поднимались и говорили, я люблю Бога, я хочу быть святым, я верю, что Бог живет во мне, что Он помогает мне. Вот это убеждение, что Христос живет в сердце человека, который сражается за грехом, оно и повело к мысли о том, что может быть святость по мотивам. Поняли логику его, да? Вот. Это еще было одно учение, которое очень большое влияние окажет на последующее богословие, новых динаминаций. Это второе учение. Первое учение движение святости, а второе учение. оно называется учение о втором благословении. Он сам это пережил, он был священником, он был верующим, но он пережил вот это возрождение, это, помните, когда сердце было согрето. Отсюда его учение о втором благословении, которым пользуются вот и харизматы, и многие другие течения, что надо быть крещенным духом святым. то есть ты можешь веровать, как вещество веровало, но тебе нужно что-то вот. Но ведь у Весли это не было второе благословение, оно было первое. То есть тоже он был священником, это было так же, как Цвингли было священником, дядя купил место ему, помните? Ну вот. Поэтому с помощью этого учения о втором благословении Весли пытался осмыслить свой собственно религиозный опыт. И он выразил все эти мысли в проповеди почти христианин. Вот какая-то проповедь, я тщательно отбирала материал, потому что я и так он тащила вот такую пачку бумаг. Я не взяла это. Но там это потрясающая проповедь, почти христианин. И описывается идеальный человек и посещает и слушает и любит и нравится и исполняет и то и то почему почти? Это вообще идеал христианина. А там нет вот этого второго благословения, нету жизни сердца. Фарисей что? А? Фарисей что? Фарисей это лживый такой человек, который делает видимость. Ведь Весли не делал видимость, не создавал видимость. Страждений не было еще. Не было. Вот он так. Головная вера. Головная вера. Верился в веру. Да. То есть это головная и сердечная вера. Настоящая вера сердечная. Значит, потом я уже упоминала, что он привлекал пасторов из Мирян. Это было ново в то время. И эти Миряне, которые проповедовали, их организовали в особую группу. К концу жизни Весли их было вот этих 294 человека. Это те, кого он рукоположил в этих общинах, которые он организовал. Они собирались на специальные учебно-духовные конференции. и даже особые конституции составил Весли. Каждый свой шаг он методически продумывал. Между прочим, его эти общины, обрастая всякими пунктами скорой помощи и потом образовательными какими-то учреждениями, он также заботился о старых и организовал первые убежища для престарелых людей. Впоследствии он свою маму туда возьмет. Дома своего у него фактически не будет, поэтому он маму устроит в организованный дом для престарелых. Почему у него не будет своего дома? Вот Андрей сразу мне радостно сообщил, что его жена за волосы таскала. Вы понимаете, он влюбился очень в одну девушку долгой любовь, долгий год, но она вышла замуж за другого. И он настолько в отчаянии был, разочаровался вообще, и женился на какой-то первой попавшейся. Без рассмотрения, без рассуждения, без проверки чувств, без ничего. Она оказалась, вы знаете, что я знаю только одно, что она хотела, я посмотрю, как можно мягче к ней отнестись, она хотела нормальной семейной жизни, чтобы муж сидел дома, чтобы были там дети, чтобы был доход какой-то. Дома его нету, дохода у него нету, понимаете ли как? Он всеми отсутствует, у него всеми другие интересы, ее интересы, юбочки, блузочки, прически, парикмахеры, его совершенно не интересуют. И нас досады могла и завозь таскать. Поэтому дома он и не бывал. Ну, вот и просто так отвечаешь. Я думаю, она была неверующей, она не разделяла его взгляды, она не интересовалась слушать его проповеди. Так он мучился все здесь? Да. Но они не жили вместе, просто он все время путешествовал. Некогда было мучиться. А деньги у него были? Какие деньги у него были? А дети нет, и детей не было. Поэтому если он не живет дома, откуда дети возьмут? Поэтому вот такая история. Брат его, у него был замечательный брат, который женился счастливо и был очень счастлив в браке, имел детей, и написал сколько там тысяч гимнов. это все гимны вот этого его брата. И мы многие поем тоже эти гимны. Так что совсем другая история. Вот. Теперь значит ответ ли пошла традиция разветвленного и специально организуемого социального труда по улучшению жизни сначала верующих, а потом и социальных низов общества. Впоследствии уже в XIX веке из этой социальной озабоченности методистов родится идея социального Евангелия, с которой будет перекликаться будущий марксизм и который возьмет за основу модернизм. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok